Сериал «Ветеран» показал, что разговоры с детьми, разговоры с сыном, с дочерью, разложенные в диалоге, имеют большой общественный резонанс. И мы решили продолжить эту тему, показывать разговоры по разным острым темам с нашими детьми в сериале, состоящем из отдельных короткометражек. Вокруг этого проекта сгруппировались единомышленники, и мы даже решили создать кинокомпанию, которая называется «Реальное кино». Я сейчас хочу показать один из пилотов таких разговоров. Хочу обратиться ко всем людям, у которых возникают конфликтные ситуации или непонятные ситуации в разговорах с детьми, присылать темы, присылать какие-то сценарные, может быть, наброски, как развивались разговоры в реальной жизни, а мы будем их заворачивать в готовые короткометражные фильмы, которые можно использовать как подстрочник для родительской практики. Хочу обратиться ко всем родителям и всем заинтересованным людям о поддержке этого проекта, потому что мы его пока делаем на своем энтузиазме. Я думаю, что эта работа сегодня важна. Приглашаю посмотреть один из пилотов этого проекта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, привет. Привет. Давно ждешь? Минут пять, наверное. Че смотришь? Да, фильм про криминал. Сейчас, пять минут и пойдем. Я решил взяться за привлечение новых станок. Ну и про что фильм? Про бандитов. И как тебе бандиты? Красиво живут. Но ведь недолго. Ну да. Хотел бы сам быть бандитом? Да, хотел бы. Ну и дурак. Вот смотри, главный герой жену потерял. Друзей нет. Постоянные переживания за свою жизнь. И я совсем не уверен, что в этом счастье. Так что решай сам, бандит. Пап, ты посмотри, сколько сейчас бандитов живут хорошо. Но ведь недолго. Ты же не засекал. Я уж не говорю, что они несчастливы. А ты, сынок, должен прожить еще не менее 100 лет, родить детей и чему-то их научить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!